Город Лайф мы продолжаем. И сейчас у нас в студии собственник сети фитнес-клубов про фитнес, чемпион Европы, спортсмен с большой буквы, мастер международного класса по бодибилдингу Сергей Шивалдин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Давайте сначала разберемся, как у вас обстоят дела после пандемии, работают ли все ваши фитнес-центры. Безусловно, все работают и будем работать, конечно же, на благо наших занимающихся, которые хотят следить за своим здоровьем. Будем стараться и будем продолжать работать. Как пережили пандемию? То есть я правильно понимаю, вы ушли в формат онлайн тренировок или вы все-таки open-air тренировки? Во время закрытия в этот момент вели онлайн тренировки. Поддерживали тонус нашим занимающимся. Хорошо, то есть дома занимались, да, ваши подопечные? Подопечные занимались дома с нашими тренерами, которые вели онлайн тренировки для них. То есть они использовали там бутылки, как принято, да, с водой, там какие-то... Все различные способы, которые можно использовать для того, чтобы заниматься дома. Сколько у вас фитнес-клубов? Расскажите, пожалуйста, то есть и на чем специализируются? Сеть фитнес-клубов про фитнес, она состоит из трех клубов, находящихся на Менделеево, на Согласии и на Артиллерийской. Специализируемся мы на профессиональном фитнесе. Значит, даем возможность достичь результата за доступные средства, скажем так. Расскажите, пожалуйста, как сейчас у вас ситуация в фитнес-клубах? Все-таки пандемия, она носит свои поправки. Я так понимаю, наполняемость зала сейчас нужно ограничивать, проветривать помещение. Это понятно. Ну, то есть, как дистанция соблюдается? Пришлось ли расставлять снаряды, так скажем, на определенные расстояния? Ну, соответственно, конечно же, все требования Роспотребнадзора, все, естественно, выполняются. Насчет посещаемости, она и так сейчас неполная. В связи с летом? Летом, конечно, с хорошей погодой, поэтому людей не так много сейчас в спортзалах. Ну, это так всегда, в летний период, особенно август, сезон, пусков, все хотят отдохнуть. Вы сказали профессиональный фитнес. Вот что подразумевается? То есть, это человек, если хочет просто схуднуть, так скажем, немножко в форме себя поддержать. Значит, что подразумевается профитнес и профессиональный фитнес в формате того, что к нам приходят за результатом. У нас все в зале конкретно пашут, тренируются, да? У нас нету таких, чтобы кто-то ходит, на кого-то смотрит, за кем-то подглядывает. Такого нету. Каждый, зайдешь в зал, ты увидишь драйв тренировок. Каждый занимает своим делом, каждый достигает своих определенных целей. Ну, и тренера, естественно, помогают им в этом. Это как раз для тех, кто боится пойти в фитнес-клуб, потому что там все будут на меня смотреть. И вот вы как раз опровергаете то, что каждый занимается собой. Конечно. У нас разные возраста, разных телосложений. Каждый занимается своим делом, и ему нету дела для какого-то другого занимающегося. Потому что он пришел сюда конкретно кто-то похудеть, кто-то нарастить мышечную массу. А что касается попробовать, это у нас есть предоставленная первая бесплатная тренировка. Также при покупке абонемента у нас первая персональная тренировка с тренером, где желающий позаниматься, он может не бояться прийти в спортзал. Ему тренер все объяснит, покажет и даже даст еще тренировочный план, по которому проведет тренировку. И в дальнейшем занимающийся может уверенно дальше продолжить заниматься самостоятельно. А есть ли какая-то возможность выбрать тренера? Потому что, ну понятно, что мы сначала знакомимся на сайте, чисто визуально смотрим. Но потом в процессе, я вот по себе знаю, что в процессе работы может как-то не сойтись с тренером по характеру или еще как-то. Конечно. Пока не попробуешь, не потренируешься, не выяснишь. Конечно, это... У нас в этом формате никто не переживает. И даже клиент имеет полное право, допустим, позаниматься, попробовать с одним тренером позаниматься, пробную тренировку посмотреть, потом попробовать позаниматься с другими тренерами и уже выбрать для себя по духу подходящего к себе тренера. Это нормально. У нас тренера все профессиональные, к этому относятся уважительно. Поэтому в этом формате можно даже не переживать. Ну и правильно я понимаю, что все происходит под вашим чутким руководством, под вашим чутким присмотром? Потому что для вас это все-таки не пустое слово бодибилдинг. Вы со скольки лет занимаетесь ему? Я сам занимаюсь с 13 лет. И то есть посещаете же свои же залы? Конечно. Я вот только что приехал с тренировки. Сам тренировался, поэтому... То есть можно сказать, руководитель сам и использует свои возможности? Я занимаюсь, исходя из своих возможностей, во всех своих спортзалах. Сам тренируюсь, сам процесс контролирую, что происходит, как. И, конечно же, контролирую весь процесс работы обязательно. И все спортзалы я сам лично основывал, подбирал оборудование, помещение. Все это было сделано для того, чтобы максимально профессионально подойти к делу, для того, чтобы смог человек добиться своего результата. Не могу не спросить. Вот мы с коллегой обсуждали дистанционное обучение. И многие сейчас думают, что тренировки онлайн – это тоже, скорее всего, виток нашего будущего. Действительно это так? И насколько это опасно, безопасно? Да. Онлайн-тренировки, если честно, конечно, меня, допустим, не устраивает как профессионального спортсмена, как профессионального тренера, как профессионального, скажем так, ведущего специалиста в области фитнеса. Потому что на тренировке это небезопасно. Конечно, когда ты занимаешься в спортзале под руководством персонального тренера, где он тут же видит под разными ракурсами всю твою технику выполнения упражнения, контролирует этот процесс, все это видит, подбирает тягощение веса. Ну и, конечно, это более безопасно, когда занимаешься оффлайн. Это естественно. Ну и энергетика, драйв, общение, наяву – это ничем не заменит никакие онлайн-тренировки. Ну мы проговорили неоспоримый плюс о том, что вы занимаетесь сами в своих фитнес-центрах и непосредственно не только руководитель, но еще контролируете вот так вот визуально и практически. А все-таки вот на фоне большого количества фитнес-клубов, чем отличаются ваши фитнес-клубы? Все фитнес-клубы про фитнес отличаются в первую очередь, еще раз повторюсь, в доступности. У нас абонементы от 1000 рублей для молодежи, где мы даем возможность привлечь молодежь к здоровому жизни и дать возможность попробовать и посмотреть, что такое фитнес. Даже в эту стоимость абонемента у нас входит тренировка с тренером, обязательно, когда тренер проведет первую тренировку водную, технику безопасности, объяснит. Ну и тренировочный план этот же даст дальше, чтобы смог заниматься им. Мне кажется, вы очень вкусно рассказали о тренировках. Расскажите, где же попробовать потренироваться с вашими тренерами и посмотреть ваши фитнес-клубы? Как найти вас? Ну, в инстаграме профитнес-39, вы можете в инстаграм зайти, можно зайти на сайт профитнес-39.ру. Ну и по адресам, это Меделеев 61А, в конце проспекта Мира, на Согласие 44, на Сельме Виктории и на Артиллерийской 22, тоже в торговом центре Виктории. Ну, в общем, не стесняйтесь приходить, вам подберут нужный абонемент, расскажут, все покажут, но у нас в студии был собственник сети фитнес-клубов про фитнес, чемпион Европы, мастер спорта международного класса по бодибилдингу Сергей Шевалдин. Оставайтесь с нами, после небольшой рекламы мы вновь вернемся с гостями. Приходите заниматься. До свидания. Продолжение следует...